Привет, друзья! Стресс выжигает кислород в клеточках мозга. Почему? И что с этим делать? Дело в том, что стресс – это перенапряжение. Перенапряжение почему? Потому что, когда человек находится в ситуации, волнительной для себя, у него повышается напряжение, потому что без напряжения невозможен в мозге перебор решений, как поступить, как быть, быть или не быть. А эта скорость переработки информации и напряжение, связанное с этим как условие для скорости переработки информации, требует много кислорода. И поэтому, когда человек в стрессе находится, естественно, у него возникает дефицит кислорода в клеточках мозга, в метаболизме клеток. И поэтому сейчас, когда ситуация неопределенности, и на нас рушится целый массив информации о цифровизации, о чипах, о G, вот этих вот, о вакцинировании, обо всем этом, естественно, такое напряжение у людей. Такая скорость переработки информации требуется для этого. И кислорода в клетках мозга не хватает. Естественно, нужно, конечно, уметь управлять своим состоянием. Вот это стрессовое состояние трансформировать в полезную для себя деятельность, потому что это стресс-трамплин. В стрессе очень много полезного. В страхе много полезного. Это не только сигнал тревоги, что что-то не в порядке в организме или в обстоятельствах. Если человек умеет регулировать свое состояние, налаживать кровоток мозга, снимать, наверное, мышечные зажимы, там, 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 потрогает, потрогает, найдет болевые точки, разомнет их, да, делает вот так вот, кулачок ставит себе на затылок и проводит вниз, вниз проводит вот так, с таким, ах, как хорошо, вот так вот налаживает венозный отток, то кровообращение мозга улучшается. А когда он делает волну, когда он переживает, о чем переживается, на фоне автоколебаний по критерию максимальной комфортности, по зеленой зоне, так называемой, то у него улучшается самочувствие, потому что аптека внутри нас, да, вместо адреналина, который снижается, активируются гормоны эндорфиноподобные, а это гормон не только радости, это как раз таки гормон здоровья, он заживляет там и порезы, и раны, и улучшает свертываясь крови, чтобы она не густела, аспирин там внутри появляется, условно говоря, да, и ПАЖ крови меняется, да, конечно, конечно, делайте вот так волну, переживайте, о чем переживается. Я вот буквально недавно в скайпе помогал человеку, который, ну, в очень онкологию перенес, операции перенес и так далее, и просто удивительно. Прямо на глазах, прямо на глазах, когда я показал шкалу напряжения, градусник напряжения, здесь 10, это вот плохо, плохо, стресс, дискомфорт, а здесь 0, это душевная благодать, мироощущение такое, глубинного покоя. Ну, он так делал, вот это стоял, раскачивался, переживал, я говорю, переживай, у него слезы пошли, я говорю, вспомни счастливый момент жизни, когда он вспоминал счастливый момент жизни, слезы пошли. Я говорю, плачь, плачь. Он говорит, что-то у меня ноги стали трястись, я говорю, трясись. Я говорю, качайся, трясись, платье, побудь самим собой, как ребенок. Да, будь свободен. Потому что счастье – это быть собой, потому что у людей этот механизм и слёзы, и стоны, и вздохи, и потягивания. Возникают моменты какого-то нервного волнения, особенно когда они вынуждены делать долгое время то, что не хотят делать. И у них напряжение, образуются нервно-мышечные зажимы, кровоток мозга нарушается, остеохондрозы появляются. Вот эта дистония вегетативно-сосудистая обостряет все эти дела, которые ещё от генетики бывают, от многих напряжений, недосыпаний. И вот он делает, делает, я говорю, делай, трясись, всё, что тебе нравится, хочешь – гори, хочешь – стони, хочешь – раскачивайся туда-сюда, стони, будь как ребёнок, побудь 5 минут самим собой. Потому что мы по шаблону-то это не делаем, нам организм сам подсказки делает, что нужно сделать, чтобы снять стресс. А мы блокируем по незнанию своему, по невежеству. Мы не выпускаем этот пар, ну неприлично вроде. А ты просто закрой двери и делай, когда тебя никто не видит, не слышит, когда ты как бы в чистом поле, побудь самим собой. Да, и вот он делал, 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 потом говорит, ноги дёргаются, я говорю, подёргай. Он говорит, руки дёргаются, я говорю, подёргай. Да, и потом он вдруг мне говорит, а что-то хочется улыбаться. Пар выпустил. Пар, наконец, выпустил. Стресс снялся. И на шкале стресса, я говорю, сколько сейчас? Он говорит, было так, а стало так. Состояние близкое к нулю. Состояние умиротворения, состояние какой-то внутренней успокоенности. Улыбка появилась сразу. Я говорю, вот видишь, улыбаешься, а хочешь пальчик покажу, спеяться будешь. Как дети в детстве смеялись, когда говорили, как смехотунчик в рот попал. Палец показал, он смеётся. Ой, говорит, слушай, у меня так давно не было такого состояния. А что это ты, говорит, со мной сделал? Я говорю, я ничего не делал, это просто научное чудо, это лучший метод в мире. Завтра, говорю, приходи в такое же время. Выходи, мы там обязательно согласуем время, потому что я очень занятый человек. Да, 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 я такого, говорит, давно не чувствовал. Я, говорит, годами такого не чувствовал, такое облегчение. Я говорю, ну да, люди говорят, легче стало. Легче стало, как будто гора упала с плеч. Конечно, и тогда клеточки мозга начинают наполняться запасом питательных веществ. Это здоровье. Поэтому вот этим методом, и смотрите наши ликбезы бесплатные, а сейчас у нас будет в субботу вебинар в 20 часов. Там мы тоже волну покажем, как сидя, там можно делать, переживания, соединить с автоколебаниями, вы окажетесь как будто на руках у мамы, которая вас качает, подбирая ритм покачивания. Да, и вы тогда поймёте, как можно легко решать некоторые вопросы. Потому что все лекарства, и алкоголь, и так далее, это искусственные заменители внутренней природной аптеки организма. Суррогаты, так сказать. А если вы это делаете вот так вот, по методу Ключ, подбирая себе те действия, которые максимально комфортны, из многих упражнений, которые я там на ликбезах показываю, поэтому давайте делать так. Трансформировать энергию стресса в свои собственные пользы, для здоровья, счастья, удовольствия. Потому что это такой кайф, когда вы испытываете какой-то стресс, и тут же вспоминаете, что вы же можете это сделать просто так, где берёте шалтай-болтай, или разводите руки, выводя их на автоматизм движения. Но я там всё это объясняю, по час-полтора объясняю, как это сделать правильно. Даю эту технологию. До встречи, друзья! Поэтому не будем выжигать в клеточках мозга кислород. Да, а то мы всё говорим. Вот, у нас портится климат, погода, воздух несвежий. Ну, конечно. Но самое главное – это энергия стресса. Это стресс. Поэтому, чтобы преодолеть всё это и понять, как жить, как быть, как помочь друг другу, надо быть человеками. А чтобы быть человеком, надо научиться выходить из стресса на ноль, на состояние вот этого обнуления от этих напряжений и внутренних конфликтов, из-за которых этот уровень напряжения очень высокий. Выходить и восстанавливаться. Да, быть здоровым, счастливым. И там появляются ощущения, когда хочется всех обнять, хочется всех любить, хочется творить, созидать. И вот я сейчас буду дописывать эту свою картину, которую несколько лет пишу. Как я в детстве мечтал, лёжа на травке, смотрел на облака, как они плывут, и воображал себе, что мир впереди большой и интересный. И главное – поскорее вырасти. Вот я и вырос, и поэтому придумал, что мы внутри рождаемся свободными, хорошими, с аптеками, мы сами себе художники, режиссёры, редакторы. Да. Самое главное – снять эти шаблоны. Снять шаблоны с помощью подбора приёмов путём перебора, выйти на состояние лёгкости, свободы и почувствовать, что и как надо делать. И мы преодолеем все трудности. До встречи.